Всем привет! 6 декабря 2021 года мобильный оператор Yota изменил условия в конструкторе. Это означает, что прежние тарифы ушли в архив, а теперь для подключения доступны новые, на новых условиях. Yota в новостях сообщила лишь о позитивных изменениях. Новым абонентам, подключившимся 6 декабря 2021 года, раздача безлимитного интернета доступна бесплатно. Также новым абонентам, выбравшим пакет минут любого размера и пакет интернета от 40 гигабайт, доступен безлимит на видеосети за 10 рублей за 30 дней. Это все неплохо, но вернемся к новым версиям тарифов. Абонентам на выбор доступно пакет минут от 0 до 2000 единиц, пакет интернета от 1 до 50 гигабайт или безлимитный мобильный интернет. Ряд безлимитных сервисов, например, безлимитный ютуб, телеграм, вконтакте, тикток, инстаграм, безлимитный смс и так далее. За дополнительную плату, разумеется. Но перейдем, пожалуй, к главному. Размер абонентской платы. Рассмотрим подготовленную мной таблицу. Я сравнил по 5 тарифов для Москвы и Санкт-Петербурга, а также тариф с безлимитным интернетом без пакета минут еще для 16 крупных городов России. Как вы можете заметить, наибольший прирост в размере абонентской платы наблюдается у тарифов с безлимитным мобильным интернетом. Для трех городов из 18 замечен прирост более чем в два раза. Это Тула, Иркутск и Нижний Новгород. Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Омск и Самара обошлись малой кровью. Прирост менее 50%. Вообще же повышение цен колоссальное. Но, пожалуй, скажу несколько слов в защиту оператора. Во-первых, в некоторых регионах безлимитный мобильный интернет был действительно очень дешевым. Во-вторых, в отличие от других операторов, Йота оставила возможность подключить безлимитный мобильный интернет. Да, он теперь стоит намного дороже, но он есть. Личное мнение. Повышение цен даже на новых версиях тарифов всегда вызывает недовольство. Даже у тех абонентов, которые пользуются выгодными архивными тарифами. И это понятно. Рано или поздно их ожидает изменение условий на их тарифах. А переходить на новое уже не вариант. Абоненты, которые хотели перейти в Йота, но не успели сделать это до 6 декабря 2021 года, могут очень сильно расстроиться. Например, в Туле тариф с безлимитным интернетом без пакета минут подорожал в два с половиной раза. С 200 до 500 рублей в месяц. В общем, с одной стороны, изменения вполне ожидаемы. С другой, всегда неприятно видеть повышение размера абонентской платы в несколько раз. В группе технологику с УВК один из представителей Йота сообщил следующее. Рынок мобильной связи не стоит на месте, поэтому нам приходится адаптировать условия под текущие реалии и экономическую ситуацию. Увы, удерживать цены прошлых лет мы не всегда можем. Тут, правда, есть немного лукавства, ведь Йота обновляет конструктор чаще. 2021 год. 16 апреля, 24 августа, 6 декабря. 2020 год. 1 января, 13 февраля, 9 июня, 11 ноября и 22 декабря. Да, не каждый раз было серьезное повышение цен. Но, как вы понимаете, не каждый раз и снижение цен тут было. Цены на архивных тарифах действительно меняются реже, но в противном случае это было бы свинство чистой воды. После небольшой порции негатива повторю еще раз один важный факт. На тарифах Йота до сих пор можно подключить безлимитный мобильный интернет. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вы думаете о новых тарифах Йота. Субтитры сделал DimaTorzok